Девчонки, всем привет! Сегодня очередное видео о покупках будет. И сегодня я вам расскажу о том, что я покупала еще очень-очень давно, наверное, месяца три назад в магазине Douglas. Я совершала несколько там покупочек, а также я несколько совершила на Украине, когда была, и несколько в местной аптеке. Если вам интересно, что же я приобрела, то оставайтесь со мной. Итак, начну я, пожалуй, с Дугласа, потому что туда я хотела очень давно попасть, и, конечно же, в первые там числа, пока я приехала сюда, я поехала в Дуглас. Что же я там приобрела? Я попала на Черную пятницу, и многое хотела купить, но уже все было распродано, все просто с утра уже все там смели, и я хотела попробовать одну из палеток от The Evo, одну из двух, это либо Mixed Metals, либо такая с ключиком, я точно не помню название той палетки. Почему именно металлическую? Потому что приближались новогодние праздники, мне хотелось снять что-то такое вот с какими-то интересными металлическими оттенками, потому что матовых у меня очень-очень много уже натуральных, а вот металлических хороших таких жирненьких тенюшек у меня не было, поэтому я купила Mixed Metals, вот такую вот палетку, взяла я ее со скидкой, я ее купила где-то за 17 с копейками, а она стоила около 22 евро, ну, немного, но все-таки что-то сэкономило. И здесь в палетке вот такие вот находятся оттенки, сама, в принципе, палетка очень симпатично смотрится, она сделана как книжка, единственное, здесь нет зеркала, я бы сюда влепила зеркало, потому что было бы удобно, но создатели решили, что и без зеркала сойдет, ну, в принципе, палетка неплохо выглядит и стоит своих денег, и здесь мне каждый оттенок понравился, они все очень качественные, они очень пигментированные, они хорошо тушуются, красиво тушуются, хорошо наносятся, распределяются, с ними справится абсолютно каждый, и подбор оттенков очень красивый, единственное, здесь один матовый оттенок, в принципе, как и должно быть, черный всегда должен быть матовым, это оттенок Onyx, из моих самых любимых, это оттенок Farm Silver, это такой очень красивый розовый, я бы сказала, это розовое золото, светлое-светлое, и также Alloy, это бронзово-сливовый какой-то такой оттенок, и очень интересный оттенок Copper Platte, я уже делала с этой палеткой макияж на своем канале, кто не видел, обязательно сходите, посмотрите, очень красивые оттенки, и, кстати, вот еще один самый любимый мною, это Platinum, с ним потрясающе получается Smoky Eyes, я обязательно в ближайшее время сделаю с этим оттенком макияж, покажу вам, тени очень понравились, я думаю, что еще буду покупать палетки от The Evo, действительно, очень хорошее качество. Далее, что я себе еще приобрела на скидках, это, во-первых, вот такой вот тушь от Clorance, это уже вторая моя покупка, это Wonder Perfect, у нее обычная кисточка, второй раз ее покупаю, уже вам рассказывала, еще в прошлом году ее покупала, в этом году опять повторила, очень нравится, какие мне она делает мои ресницы, она делает их подкрученными, она делает действительно такое при наслоении, тяжелый эффект ресницы, что я очень люблю, и единственный минус, она отпечатывается в течение дня, у меня очень жирные веки, вот верхний век очень жирный, и эта тушь отпечатывается, но это не критично, всегда можно подправить, в принципе, меня она всегда устраивала, и устраивает то, что она делает с моими ресницами, поэтому покупаю ее уже во второй раз. И последнее, что я приобрела в Дугласе, это вот такой вот спонж от Real Techniques, и я не скажу, что я прям осталась в каком-то жутком восторге, потому что мне он очень напомнил, мой спонж за 3 евро, от Ebelin из магазина DM, вот прям по текстуре, по тому, как он наносит, сколько он съедает продукта, и я бы сказала, что даже Ebelin спонж в чем-то выигрывает, потому что у Real Techniques здесь не очень острый носик, я бы сделала его еще более таким обтекаемым, то есть он резко, да, такой превращается в капельку, а можно было бы сделать еще чуть-чуть поуже, посерединке, и тогда бы очень хорошо распределялся продукт, как под глазами, так и в уголках носа, но, к сожалению, я не могу, мне приходится либо пальчиками там растушевывать, либо кистью, еще один минус, он очень много съедает продукта, прям безбожно пьет любой продукт, и вы знаете, еще тот эффект, когда вы смачиваете спонж, и если вы используете очень матовую тональную основу, она начинает плыть, она начинает наноситься не красиво на лицо, как, в принципе, предполагает нанесение с помощью вот такого блендера, она начинает наноситься такими кругами, это не очень красиво, особенно на комбинированной коже, возможно, на какой-то сухой коже это будет не критично, это будет нормально наноситься, на моей комбинированной коже, в зоне, где у меня жирная эта зона, спонж наносит вот такие вот сухие тональные основы, такие как Rimmel Stay Matte, она начинает плыть тональная основа в тех местах, и если вы думаете, что вы сможете сэкономить, покупая такой спонж и покупая тональную основу одну, если вы ее одну покупаете, и у вас не целая куча там, и вы не бьюти-блогер, то вы думаете о том, что вот этот спонж съест вам полупаковки минимум, потому что он рассчитан на то, чтобы убирать вот эти излишки, если вы все-таки не готовы тратить деньги и на спонж, и на то, что он пол баночки съест, это не для вас. Далее я вам покажу несколько покупок, которые я совершала в местной аптеке, я взяла себе вот таких два уходовых средства от La Roche-Posay и серии FECLA, я вам уже неоднократно показывала их, сразу скажу, что я очень люблю их, они мне помогают бороться с высыпаниями, они мне помогают приводить кожу в нормальное состояние в тот момент, когда у меня какой-то пиковый, то есть либо это какой-то сбой гормонов, либо это переезды, либо это дорога и так далее, поэтому вот эти средства, это просто мой must-have, у меня уже закончился кремик от Efeclar Duo, всегда его люблю за то, что он легко распределяется по коже, легко впитывается, не оставляет жирной пленки, действительно помогает бороться с высыпаниями. Гель для умывания, это просто вот, это лучшее средство, которое я пробовала когда-либо, за все свои 27 лет, потому что действительно отлично очищает кожу, он не сушит кожу, не стягивает, отлично ее очищает, вы действительно чувствуете такую чистоту, кожа бархатистая, и тоже помогает бороться с высыпаниями, хватает на очень долго, здесь 200 мл, я его купила 3 месяца назад, у меня здесь уже, знаете, наверное еще полбанки, очень-очень экономичная, его совсем чуть-чуть нужно, оно хорошо пенится, хорошо распределяется, хорошо очищает кожу. Также я несколько средств покупала, когда была в Украине, первое, что хочу показать, это тональную основу от Color Me, я думаю, что все украиночки знают, что это за косметика, это очень хорошая, качественная украинская косметика, которая делается в Италии, это скорее, знаете, не масс-маркет, это скорее мидл-маркет, потому что у нее такая довольно-таки средняя цена, и не слишком дешевая, и не слишком дорогая, но в принципе доступная. И я в этот раз взяла себе Additable Anti-Stress Foundation, у меня когда-то был с гиалуроновой кислотой, тон от Color Me, мне он очень нравился, он безумно нравился, но я заметила, вот когда купила еще вот это вот средство, у Color Me проблема с оттенками, очень тяжело себе подобрать подходящий оттенок, и это та тональная основа, которая на комбинированной коже, но если у вас жирная или комбинированная кожа, обязательно окислится, то есть как и та тональная основа с гиалуроновой кислотой окислялась в течение дня, так и вот эта в оттенке 70 окисляется просто моментально. Через час у вас уже лицо становится гораздо темнее, поэтому нужно выбирать, не знаю, наверное на два тона светлее, чем ваш оттенок кожи, чтобы попасть в тот тон, который вам нужен. Очень темная становится, но мне нравится эта тональная основа за то, что она легкая, она немного увлажняющая, она знаете такая силиконовая, как будто она светящаяся, ее практически не видно на вашей коже, она не перекроет вам недостатки, это прям легкий такой флюид, вы ее не увидите, и она при этом ничего не скроет, она просто хорошо выровняет тон вашего лица, и будет смотреться безумно красиво, если вы попадете еще с оттенком. Это мне в ней очень нравится, вот этот минус, то что она окисляется, ну просто я не знаю, я пока ее не могу наносить на свое лицо, очень редко прям только в видео, или когда я знаю, что на часочек куда-то выбегаю, я наношу, а если мне нужно на целый день, я побаиваюсь, потому что у меня еще пока не такая темная кожа, чтобы наносить вот это тональное средство. Следующее, что я прикупила также в магазине Ева, кстати, я покупала его в магазине Ева, я приобрела себе вот такой вот бальзам для губ от Мэй, и я не скажу, что он мне понравился, он выглядит таким вот образом, как знаменитый Иос, это, знаете, такой очень специфический бальзам для губ, я бы так назвала, пахнет он ягодками, он сладкий на губах, он неплохо увлажняет, но он очень быстро испортился, как вы можете видеть, не знаю, будет ли вам видно на камеру, белая как всегда отсвечивает, у меня очень ярко светит сейчас лампа, но он, знаете, такой стал твердый, как хлопьями, мне кажется, он испортился, и пора его выбрасывать, либо он просто затвердел, хотя как может в квартире затвердеть вот это вот средство, я не знаю, плюс еще он наносится такими, знаете, белыми разводами на губах, то есть если вам нужно слегка увлажнить губы, и потом вы знаете, что сотрете этот бальзам с губ, то да, вам подойдет, а так, ну не знаю, это деньги просто на ветер, и последнее, что я вам хочу показать, это вот крем от Джаджа, я надеюсь, вам его видно, мне кажется, я вижу в кадре, что отсвечивает, это идет крем для рук, с керамидами и липидами, я вам тоже его уже неоднократно показывала, здесь 100 мл, он потрясающе пахнет, то ли персиком, то ли априкосом, отлично впитывается, и увлажняет кожу рук, не оставляет пленки, не оставляет ощущение, через какое-то время, что вам хочется еще нанести, очень хороший крем, тоже могу смело вам, его девчонки посоветовать, я просто неоднократно его вам советовала, отличный вариант, это польская марка, в принципе, у них много таких вот средств, по-моему, это натуральная идет марка, я могу ошибаться, оно очень классное, и стоит своих денег, хотя сейчас в Украине, в принципе, она дороговато стоит, когда я покупала его еще в Крыму, он стоил в районе там 100 рублей, да, где-то в районе 100 рублей, это было недорого, и в принципе доступно, мы потом перестали его завозить к нам, его можно найти в магазине Ева, и у них много-много разных средств, я помню, у меня был классный крем под глаза с молоком, с козьим молоком, тоже очень классно питал кожу, и неоднократно я покупала из этой серии крема, и в этот раз попробовала этот, это мой стал любимчик, обязательно его приобрету, когда буду на Украине, классное средство, или когда буду в Польше. Ну и в принципе на этом все, девчонки, надеюсь, вам понравилось это видео, оно было вам полезным и интересным, если да, то ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на мой канал, спасибо вам огромное за внимание, до новых встреч, пока-пока!